Друзья, мы снова вместе, 5 лет пролетело, все удивительно, что мы продолжаем. Значит, через всю, вы видели два фильма, которые шли под названием «Перезятие к нам на Колумбу». Значит, не все благополучно, и оказывается, я живу, климат у меня лучше, чем по России, поэтому в России все замерзнет. Ну, еще несколько таких, примерно этих, и через все, что мы будем говорить сегодня, незримо будет проходить вот эта тема. «Перезятие к нам на Колумбу». Так вот, значит, начнем с очень приятного, интересного события. Алексей Иванович, человек и волшебник, празднует день рождения, сегодня. Значит, Алексей Иванович умудрился не прислать фотографию. Вот, вместо фотографии, что мы видим лица, мы видим его волшебные руки. Если бы вы видели фотографию, много лет назад, Алексей Иванович, вы мне прислали фотографию, где вы рядом с чересней, помните, прекрасным таким деревом. И недавно прислали фотографию, ну, совершенно голого в проробе. Ну, я уж не встал ее фотографией. Пусть будут ваши волшебные руки, вот они. Вот, и вы, наконец-то, я свое дело сделал. Вот, я вас убедил, что надо заниматься продажей саженцев. Вот они, ваши саженцы. Вот это ваша лаборатория. Здорово, да? Все по-серьезному. Причем, он меня превзошел чем? Я научил вас зеленому черенкованию. Вот, Алексей Иванович, навсего зеленому черенкованию. А вот это фотография для меня вообще, как сказка. Какое-то излучение. Наверное, ультрафиолет, что ли, а? Наверное. Ну, если добавить, что две его статьи опубликовала в журнал «Наука и жизнь», я этот журнал «Наука и жизнь» боготворил с детства. И теперь, я говорю с гордостью, наш человек, Алексей Алексеевич Иванович, значит, публикуется в журнале «Наука и жизнь». И вот на фото вы можете видеть 200 черенков, поставленных на укоренение. Вот. Весной эти укоренческие черенки шелковица будут переданы для реализации Латинковой Галине Дмитриевне. В супруге вашего моего друга Латинковой Алексеевича. Садство ему небесное. Желающее приобрести саженцы. Шелковица железа могут обращаться к Галине по телефону. Вот два телефона. На всякий случай, у кого с задрением проблемы, зачитываю. 990, 301, 81, 10, 912, 707, 7, 22, 57. И на ее почту. Вот она почта. Вот. И ее новый сайт. Вот это ее новый сайт. Так. Теперь. Это вся информация. И, ну, о-о-о-о. Все, молодежь и помогаешь Латинковой вдове. А еще, получается, это еще и тебе поможет. Вот. Почему? Потому что именно на этом сайте будет данные о твоей Шелковице. На этот сайт можно попасть через ее новый YouTube-канал. Там и ссылка надо набрать на YouTube. Саженцы Галину Ратинковой. Вот. Это учите все это дело ради поздравления. Все, конечно, сегодня праздник. Я обязан каждую строчку прочитать. Валерий Константинович. Спасибо вам за память об ушедших друзях-садоводах. За поддержку начинающих домиководов. За вашу просветительскую работу. За трепетное отношение к нашим братьям, деревьям и друзьям. Ребята, я за измученное, изувеченное, убитое. Подчеркиваю, убитое. То есть я применяю слово, которое применяется выше к людям. Вот. Не погибшие, а убитые деревья и муравей. Я за них вот пас порой буду рвать. Вот. Пусть меня считают злым. Но то, что творится, это дичайшего ханали. Не прощу, не забуду. И даже сегодня, если мы дойдем до этого. Вот. Знание рода души – это человечество. Если считать мою ненависть к тем, кто уничтожает, убивает саму жизнь, считать это человечностью. Да. Спасибо. Еще раз благодарю вас за ваше внимание. Поздравления. Ваш ученик последователь. Ну, может, серьезно, Алексей Иванович. Если он считает меня своим учительом, для меня это честь. Лично вам, не для печати. Алексей Иванович, у меня от наших друзей секретов нет. Олег Алексей, большая к вам просьба. Если вы не против, на главной странице вашего сайта, вместо утраченного сайта Ирина Латинкова, разместите, пожалуйста, новый сайт Ирог Давы. Галина Латинкова. В котором есть радио памяти о нашем друге Юре. И много его видео. Я так переживал, что все это пропало. Память о нем будет храниться вечно. На этом... Память о нем будет храниться на этом новом галеном сайте. Это единственное, что мы можем делать для сохранения памяти о Юре. Так, нас слушает, наверное, слушает, скорее всего, слушает, мой брат Юрий Владимирович Железов. Он у меня зам по компьютерной работе. Я сейчас эту просьбу передрисую к нему. Дальше были проблемы с размещением. Будут ли они, не знаю. Но это он у нас специалист. Я надеюсь, что сайт, как и раньше, будет находиться на моем сайте. И подпись Алексейка, Алексей. Ну что, Алексейка. Гражданин Алексей. Потребления закончились. Все, включаем, все в работу.